Приветствую вас, давайте разберём ваш текст. Здравствуйте, у меня есть парень, пишите вы. Сегодня я от него узнал, что он на 50% хочет расстаться и на 50% не хочет. Говорит, что любит меня, но одновременно ему меня не хватает. Мы живём в одном городе, но далеко друг от друга. Скажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации? Я думаю, что ответ Кудрышева Игоря Леонидовича в данном случае является наиболее адекватным, потому что он отражает суть того, что происходит сейчас. Суть того, что происходит сейчас, заключается в том, что мужчина явно пытается вами, судя по всему, как-то манипулировать. Вот, мужчина пытается, значит, вызвать вас на какие-то чувства, судя по тому, что вы пишите. Вот, и, к сожалению, это говорит о том, что человек либо очень неуверен в себе, и тогда вопрос к вам, зачем вы в отношениях с неуверенным в себе мужчиной. Вот. Либо он, ну, действительно, что-то хочет от вас получить, и в этом случае, конечно, вам нужно задуматься о том, насколько его чувства к вам являются искренними, потому что такие разговоры не бывают на равном месте. Что делать в этом случае вам? Вам в этом случае нужно, в первую очередь, узнать у мужчины, что он хочет. То есть, в первом случае, необходимо, вот, понять, да, что ему нужно. Все-таки, вот, все-таки, что ему необходимо от вас. То есть, в этом говорить, что ему вообще не хватает. Не хватает как? Да, не хватает, чтобы что. Не хватает в чем? Можете ли вы больше ему дать, чем, ну, чем, например, сейчас вы даете ему? Да. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент. На мой взгляд, это очень важная история. И нужно вам все-таки именно, ну, именно на эту операцию. Если человек предъявит вам чересчур много условий, то есть, ну, будет требовать от вас, к примеру, чересчур много, то это вопрос расставания. Если адекватные будет у него, ну, адекватные будут у него требования к вам, адекватные будут просьбы к вам. Вот. То, соответственно, почему бы и не сделать. Значит, очень важно, чтобы это было без вреда вам, без вреда себе. Никакого вреда абсолютно не было. Да. Далее. Вы пишите, что вам делать. То есть, ну, как бы, вы задаете себе вопрос, вот, что вам листом не делать, спрашиваете. Я бы, наверное, спросил бы вас, что делать, чтобы что. Вы хотите. На мой взгляд, это очень важная история. То есть, нужна цель, что я хочу получить в этой ситуации. Хочу я, например, разобраться в себе, к примеру. Или, хочу я сохранить отношения. Если хочу сохранить отношения, то очень важный момент тоже, для чего я хочу сохранить отношения, да? Вот, это очень важный момент тоже. То есть, вот, определитесь для себя с целью обращения. И с твоей, собственно говоря, целью, да? Как вы, например, восприняли, ну, такое вот, как бы это сказать, такое известие, такую позицию у мужчины. Как она вам показалась, эта позиция, да? То есть, вот, об этом, в том числе, подумайте. Это важно. Это очень важно. Для вас. Вот. Может быть, у мужчины кризис сейчас, и он просто переживает. Может быть, кризис в ваших отношениях, и его напрягает, что... Вы не изменяете, что вы живёте, ну, что им у вас не хватает. То есть, если у вас отношения на расстоянии, да, то... Естественность тяжеловат. То есть, ну, тут... Момент-то такой, что... Никак, никогда не может... Значит... В отношениях, по расчёту находиться. Далеко не кажется. Кто-то может, кто-то нет, кому-то тяжело. Может быть, вполне. К этому тоже тоже нужно относиться. Адекват. Ну... Понимаете, да, о чём идёт? С пониманием. Кажём так. Ну, вот. Значит... Вот так. Вместе с тем... Вместе с тем... Вместе с тем... Вызывает вопрос... Почему... Вы... Должны... Что-то делать... В этой ситуации. Почему вы, а не он? Да? То есть... Проблема его, а дело должны вы. И... Здесь у меня... Сразу... Возникает... Ммм... Такой... Момент. А... Не заинтересованы ли вы в отношениях с ним... Больше... Чем... Он. Быть может, вы боитесь его потерять. И мужчина знает это. И, зная это, он пытается получить что-то для себя. Вот. Присмотрите в его жизни. Вообще в жизни, помимо вас. Иногда такие изменения... Эм... Свидетельствуют о том, что... Эм... У человека могли произойти изменения в личной жизни. Вот. Не обязательно он вам изменяет. Вот. Не надо только думать, что вот... Вот сразу, что... Он вам изменяет. Нет. Не обязательно. Но. Но. Вполне возможно. Что... Перемены какие-то. Что же... Имеет место быть... В нем. Вот. Я хочу... Эм... Только... Чтобы вы... Мм... Для себя это... Учитывали. Вот. Ибо это важный момент. Момент. Посмотрелись внимательно. Поисследовали. Поговорили бы с ним по душам. Может быть... Он... В... Вас не уверен. Или считает, что... Ну... Что... Вы чего-то недополучает. Вот. Эфферентов может быть очень много. Я думаю, что вот оптимально было бы... Вам... Консультацию взять. А лучше вдвоем. Вдвоем. Лучше вдвоем. Вот. Обратиться к психологу и все обсудить. Вот. Вот. Ну... Можно вам. Если он не хочет. Вот. Можно вам. Хотя бы одну консультацию. Подробно-подробно все исследовать. Историю ваших отношений. Как. Чего. И так далее. Вот. Это, по крайней мере, реально. Реально. Да. Могло бы... Проблему ваших... Корректировать. Вот. И, вероятно... Научить бы вам... Научить вас... Каким-то... Новым... Новым... Например. Общению. Без конфликтного общения. С... Партнером. С... Своим. Вот. Кто знает, кто знает. Да? Вот так. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что... Помог вам... Получилось, на самом деле, больше... Перечисления каких-то проблем... И... Возвольных причин. Чем... Реальная помощь. Вот. Но исходить нужно из того, что вы хотите. То есть, что вам делать нужно, нужно что-то... Именно исходя из того, что вы хотите. А не исходя из того, что... Нужно, важно. Надо. И так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.